Привет, друзья! С вами я, Виталий. Как видите, тема у нас с вами интересная, интригующая всех нас, потому что мы себя спрашиваем, какое прилагательное значение у этой темы, как полюбить себя, потому что нас интересует, потому что что с нами происходит. Мы говорим, что у вас занижена самооценка, потому что вы себя не любите, или вы не уверены в себе, вы себя не любите, вы себя не цените, у вас низкая самооценка, у вас низкая самоуверенность, вы не уверены в себе и тому подобное. То есть прекрасный солнечный день располагают у нас в такой беседе, неторопливой, скажем так, да, как бы видеоролик так и называется, как полюбить себя. Полюбить себя, это означает проявлять свою индивидуальность. Индивидуальность в полном смысле слова. У нас к индивидуальности очень небрежно относятся. То есть у нас очень много там про личность говорят. Ты должен стать личностью, ты воспитываешь характер, свои привычки, ты должен быть личностью и так далее, и так далее. То есть очень много эпитетов по поводу личности. И очень мало говорят об индивидуальности. Индивидуальность относится к каким-то там интеллигенции, творчеству какое-то и так далее. То есть это индивидуальность, говорят. Ну, как бы не присущая всем начало индивидуальности. И поэтому, когда мы говорим о том, что как полюбить себя, мы обнаруживаем, а что мы любим-то. Личность любим. Личность любить, как бы, это к эгоизму приходит, да, я в центре, то есть я в центре. А когда ты любишь индивидуальность, это совершенно другое состояние. Ты любишь индивидуальность, проявление себя в этом мире, в обществе, свою индивидуальность подчеркиваешь. И вот я пришел на природу, и я стараюсь, чтобы здесь было мало людей, чтобы проявить свою индивидуальность. То есть если я буду проявлять свою индивидуальность, обществе людей в нашем российском понимании, да, то на меня будет так косо смотреть. Если я сяду на полянку где-то среди людей, и поставлю так перед собой камеру, и буду на нее говорить, на меня будут смотреть как тыскосо. Это наша ментальность, тёлки-палки. А если я в Европе буду так сидеть, управлять своей индивидуальностью, это будет нормально. Я бы хотел сказать о том, что моё замечание и моё наблюдение следующее, что именно индивидуальность – это наша черта, присущая нам в российской менталитете, культуре, как отдельное состояние. То есть у меня на днях буквально в Инстаграме я там писал комментарий, и девушке, женщине написал там такой достаточно вольный комментарий, обратился к ней на «ты». Она обиделась и пишет мне, что ты лысый, мне тыкаешь. То есть это наша российская ментальность. А когда обращаюсь на «ты» к человеку в европейской англо-саксонской культуре, на «ты» обращаются именно к индивидуальности. Имя там индивидуальное, имя имеется у человека у нас, имя двойное, то есть почему-то у нас называется по имени и какому-то отчеству, то есть двойное имя. Это очень интересное такое состояние нашей культуры, нашей ментальности, которое очень сильно оказывает на нас влияние, именно как состояние личности. И в то же время надо развивать свою индивидуальность. А на европейской, западной культуре ты просто развиваешь свою индивидуальность, там нет какого-то понятия отдельного. Ты развиваешься, ты развиваешься, творишься, конкурируешься с кем-то, это нормально. То есть нам с вами, я бы хотел сделать здесь акцент на том, что нам необходимо развивать свою индивидуальность. Если мы не развиваем индивидуальность, мы попадаем в состояние зависимости. Состояние зависимости от внешнего влияния, то есть внешнее влияние какое-то, которое к себе, отношение какое-то проявляет к вам, к люди, общество проявляет отношение, то есть вас к вам относится хорошо, вам это приятно, вам это нравится. И в конечном итоге вы начинаете воспринимать это отношение как любовь к себе. То есть любовь к себе как бы классы любят. Вы начинаете отвечать к этому человеку какой-то взаимностью, то есть ваши ресурсы, ваше состояние, ваша энергия направляется в сторону этого человека или сообщества, или людей и так далее. И тогда попадает в такую ситуацию интересную, как я уже написал об этом, что ваша индивидуальность начинает оживать. Оживать под воздействием этого внимания, этого ощущения какого-то любви, тепла, у вас начинает развиваться ваша индивидуальность. И после этого у вас возникает ощущение, первое ощущение приходит, что вы зависимый человек, что получается какое-то ощущение зависимости появляется. И далее, если у вас ваша индивидуальность начинает оживать, у вас возникает потребность в искреннем таком внимании, в искренней какой-то любви, вы начинаете тосковать о чем-то, вы начинаете задаться вопросом, а любят ли меня его кипалки на самом деле. То есть это говорит о том, что ваша индивидуальность начинает оживать. И возникает такая внутренняя, внешняя конфликтная ситуация с вашими партнерами, с каким-то сообществом, или с людьми, или в ваших отношениях личных возникает такая конфликтная ситуация. То есть вроде бы у вас все нормально, как бы рациональным умом все нормально, а ощущение внутренней неполноценности какой-то зависимости существует. То есть не происходит какого-то прогресса, вы считаете, в отношениях. То есть вы начинаете понимать, что отношения не развиваются, или развиваться однобоко. То есть вы как бы любите, а вас не любят. То есть это довольно такая проблематичная ситуация, которая называется состояние боли. Какая-то боль образуется в состоянии неудовлетворенности и так далее. То есть вы хотите, чтобы вас любили. Уже чувство любви вам хочется испытать. Это говорит о том, что ваша индивидуальность уже начинает развиваться, как бы она проявляться в чем-то там, в какой-то деятельности, в каких-то поступках, в каких-то формах выглядите вы там, как-то выражаете себя как индивидуальность. И вы будете замечать среди своих партнеров, среди своих отношений в том, что ваша индивидуальность будет придавливать. Обязательно это будет происходить, потому что они понимают, что когда ваша индивидуальность идет развиваться, у них возникнут проблемы. То есть манипулировать вами с помощью простого внимания, простого отношения там хорошо, да, уже не получится и так далее. И тогда начинается там такая ситуация, что вас начинает придавливать, ваша индивидуальность вас начинает гнобить. Как говорится, он говорит, нет, нет, это плохо, что ты занялся этим делом, нет, нет, ты должен, не должен этим заниматься, ну а что ты, дурачка валяешь, да, глупостями какими занимаешься и так далее. Обязательно это будет говорить. И это проявляется ваша индивидуальность и другим людям не очень хочется, чтобы она проявлялась. Потому что вы тогда увидите на фоне этой индивидуальности, на фоне вашего внутреннего отношения между вашей личностью и индивидуальностью, увидите, что на самом деле называется внимание, что такое на самом деле существует отношение хорошо и что такое называется любовь. Когда у вас появляется внутреннее внимание к себе, внутренняя забота о себе, внутреннее состояние хорошо к себе, внутреннее состояние радости к себе, да, то есть к себе, тогда это будет контрастность очень большая, когда на фоне этой понимания этого внутреннего процесса отношения между вашей личностью и индивидуальностью вы увидите, как к вам относятся другие люди. И это будет такая лакмусовая бумажка, такой белый лист, на котором проняется, как на самом деле к вам относятся люди. Вот об этом я хотел сказать, дорогие друзья. Пока. Пойду еще что-нибудь поищу, какую-нибудь локацию.